Трасса 101 Не скучного пути. В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! Депутаты Госдумы предложили ввести особый штраф за неправильную остановку и стоянку для водителей-эвакуаторов. В Москве и Санкт-Петербурге размер денежного взыскания может составить 10 тысяч рублей, в остальных городах 5 тысяч. Необходимость введения такой меры, по мнению парламентариев, продиктована тем, что водители-эвакуаторов считают себя привилегированными участниками дорожного движения и поэтому нередко оставляют технику в любом месте, в том числе под знаком. В результате страдают владельцы менее габаритных автомобилей и пешеходы. В нашей стране быстрыми темпами растет спрос на внедорожники и кроссоверы. По официальным данным, в прошлом году в России было продано свыше полумиллиона таких автомобилей. Бестселлером 2013-го стал Renault Duster, занявший четвертую строчку в списке самых продаваемых новых машин. Также наибольшей популярностью у наших сограждан пользуются Chevrolet Niva, Lada 4x4, Toyota RAV4 и Kia Sportage. В 2013-м на рынке кроссоверов появился новый игрок – тайваньский Luxgen 7 SUV, сразу же привлекший к себе внимание потенциальных владельцев. Основная фишка этого авто – обилие современных уникальных электронных систем. Подробнее о новинке расскажет генеральный директор «Ферранордикавто», единственного официального представителя «Лаксджен» в Кирове Андрей Федерякин. Это стильный, просторный, оснащенный последними разработками мирово-информационных технологий автомобиль. Он предназначен для города и мелкого бездорожья. Он имеет блокировку полного привода, что является несомненным плюсом. Самой главной его отличительной особенностью является мир инновационных технологий, внедренный в автомобиль. Большой десятидневмовый экран с возможностью подключения любых гаджетов, вплоть до игровых приставок, системы ночного видения, кругового обзора, как на очень дорогих машинах в условиях ограниченного пространства вам удобно будет маневрировать. Система курсовой устойчивости, антиплокировочная система, система распределения тормозных усилий. Главное, что это много автомобиля за небольшие деньги. В ближайшее время, возможно, в России проверять на состояние алкогольного опьянения будут не только водителей, но и всех нарушителей административного законодательства, хулиганов, дебоширов, участников несанкционированных митингов, гастарбайтеров и так далее. Нахождение под градусом станет основанием для более сурового наказания. Соответствующей инициативой выступило Министерство внутренних дел. Ведомство планирует закупить алкотестеров на сумму почти 600 миллионов рублей и раздать их сотрудникам ППС, вневедомственной охраны и представителям других правоохранительных структур. Каждый водитель может оказаться в ситуации, когда ему просто не обойтись без помощи коллег. Помощь однажды понадобилась юристу Яну Чеботареву. Первая машина у меня была, до сих пор, кстати, есть в гараже стоит, ЗАЗ 968М в Запорожец. Как только я получил права, решил выехать за город, проверить, насколько хорошо я вожу машину. Оказалось, что еще не уверенно, в результате съехал в Канаву. Без последствий, но машинка некоторым образом сама своим ходом выехать не могла. Голосую, минут пять останавливается УАЗик Буханка, за рулем сидит женщина, в салоне еще три женщины, нормальные вятские женщины, русские. Вышли, посмотрели, обступили мой Запорожец, банально его подняли из этой Канавы, вытащили на дорогу, я глазами похлопал, предложил некоторую финансовую помощь за оказанную помощь мне, отказались, сказали, да ты что, господи, мы же рядом с тобой, как же мы тебе не поможем-то, давай удачи на дорогах. Это, наверное, самый яркий случай именно взаимовыручки. На этом все, до завтра. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова